Приветствую вас. Вы начинаете с того, что вы спрашиваете, как избавиться от созависимости. И далее вы начинаете рассказывать о том, что, значит, знаю о психологии много, о себе еще больше. Ну, во-первых, избавиться от созависимости можно только, если вы будете работать над своими потребностями, над тем, чего вы хотите. Понять природу любовной зависимости можно только, если работать с ней именно с человеком. То есть не о себе, не самой себе становиться психоаналитиком, как это сделали вы, а именно работать с психоаналитиком. Потому что сколько бы вы не знали о психологии и сколько бы вы не знали о себе, ну, это вам ничего не даст. Все это не может отличиться от себя. И это очень плохо, что вы пытаетесь самой себе стать психоаналитиком. Пытаетесь быть в теме, как вы говорите. Читаете кучу статей, кучу подобных историй у других людей. Не нужно всего этого. Вы сравниваете себя. Вы проецируете себя. Вы загрязняете свое сознание, ненужные информации. Если у вас есть зависимость, то на нее нужно направлять основное внимание работы с психологом. Как вы говорите клиническому психологу. Да, вот уходите. Но ситуация или не та. Ну, соответственно, либо вы неправильно выбрали психолога, либо у вас неправильный запрос, либо психолог делает что-то не так. Все очень просто, на самом деле. С другой стороны, важно понять, каким именно методом вы работаете и как именно у вас это происходит. То есть, как вы осуществляете работу свою. Это очень, знаете, плохо, когда клиент сам знает о психологии довольно много и пытается, например, с экспертом спорить или говорить. Просто, знаете, защитные механизмы, защитные реакции, механизмы защиты из психоанализа, они более сильны, когда человеку есть, что возродить психологу. Вот, например, если мы говорим о созависимости, то из чего образуется созависимость? Из идеализации человека и приписывания ему тех качеств, которых у него нет. Да? Вот. А также в потребности в том, чтобы этот человек нам что-то дало. Вот вы говорите, вы писаете, да, что, значит, так, проваливаешься в созависимости от какого-то конкретного человека, и это очень тяжело решить эмоциями, так как они болезненные и недорогие. А вот понимаете, в чем дело? Вот то, что вы проваливаете в созависимости, говорит о том, что вы не независимый человек. То есть вы не можете сами в своей потребности удовлетвориться на санятии. И отношения с людьми у вас направлены не на то, чтобы что-то отдавать, как в здоровых отношениях, а на то, чтобы что-то получать. Понимаете? И правда заключается в том, что человек вам не может дать то, что вы хотите, не хочет давать то, что вы хотите. И из-за этого у вас возникают вот эти самые болезненные эмоции. А еще вы чрезмерное значение вкладываете в человека. Еще вы чрезмерно его повышаете в контексте важности. То есть он для вас слишком важным становится. Более важным, чем он должен быть при обычных нормальных отношениях. Почему? Потому что он для вас обладает каким-то особым специальным значением. И вот об этом, о значении человека для вас. О элементах этого значения, человека для вас. И о потребностях нужно с вами разговаривать. И потребности нужно вам удовлетворять. Если вам нужна забота, нужно заботиться о себе самостоятельно. Если вам нужна любовь, вам нужно любить себя самостоятельно. Если вам нужен секс, то вы, например, встречаетесь с мужчиной только чисто ради секса и поговорите ему об этом. Если вам нужна семья, то вы, соответственно, сразу понимаете, а для чего вам нужна семья, а что вам она должна дать, а какие брещи эта семья должна заполнить, понимаете? Чтобы вступать в отношения с людьми, нужно, чтобы вы были независимы. Чтобы вступать в отношения с людьми, нужно, чтобы вы сами себя полностью удовлетворяли и представляли из себя, по сути дела, закрытую экосистему. А это значит, что необходимо взять ответственность за себя, на себя. То есть это значит, что вам необходимо взять ответственность за себя. А вы пытаетесь ответственность, судя по всему, переложить на кого? На клинического психолога, на людей, с которыми вы проваливаетесь в зависимости, и на то, что вы пишете ощущение, что не бывает бывших невротиков. То есть вы уже здесь оперируете какими-то профессиональными терминами для того, чтобы, ну собственно, оправдать свое состояние. Понимаете? Что такое невротик? У невротика есть два определения. И первое определение такое. Невротик это человек, который хочет быть тем, кем он не является. Первое определение. И второе. Невротик это человек, который вытеснил свои потребности. Вот то, что он хотел, он вытеснил. На место этого пришлось что-то другое, навязанное извне, навязанное сверхъя из психоанализа. Если вы знакомы с темой, я думаю, вы понимаете, о чем это речь. И соответственно, вот это вот вытесненное желание, они и образуют противоречия. И соответственно, вот эти вытесненные желания нужно выявить, чего вы хотите, что вам нужны для себя, какие у вас такие потребности, и реализовать их. Реализовывать их. То, что у вас все зависит, говорит о том, что вы хотите чего-то для себя. И это что-то нормальное. Это не болезнь. Это не здоровые эмоции, как вы пишете. Это нормальные эмоции. Это нормальная потребность. Видите, вы говорите, вы сами себе запрещаете хотеть. Вы сами себе запрещаете желать. Вы говорите, у меня эмоции, они не здоровые, они болезненные. Они нормальные. Просто средства для удовлетворения ваших потребностей вы выбрали неправильно Средства вы выбрали человека, другого человека Ну то есть самое легкое средство по сути дела Механизм этого идет еще и в детстве Как родители вам ваши потребности удовлетворяли в детстве какие-то Так и вы теперь считаете, что посознательно считаете, что и другие люди, они это делают тоже Но в действительности эта ситуация не такая В действительности родители это уникальное явление в своем роде И как к вам относились они, родители, так больше никто относиться не будет Это нужно понимать и четко понимать И тогда вам нужно понять, что кроме вас никто не реализует, не удовлетворит ваши потребности Потому что если вы будете перекладывать ответственность за это на других людей То вы так и будете все время впадать в зависимость Ну и отсюда несложно догадаться Что можно сколько угодно расанализировать Можно сколько угодно ходить к психологу Можно сколько угодно жаловаться на то, что бывает только ремиссия Стойкая ремиссия, что сказать не так все плохо и плохо Вот Но при этом ничего конкретно меняться не будет Правильно, потому что потребности не осознаны и не реализуются Откуда-то тогда у вас может быть реальное изменение в ситуации Не откуда ей взяться Поэтому, чтобы не было ремиссии И чтобы не было жалко подрачного времени Я рекомендую вам обратить внимание на эти два момента Первый момент это потребности Второй момент это элементы созависимости Это элементы любовной зависимости от человека То есть идеализация и приписывание человеку тех качеств, которых у него нет То есть проекция, по сути, проекция чего и на кого Вот сегодняшний вопрос Как правило, человек проектирует те качества, которые он хочет сам, чтобы у него были Либо он проектирует те качества, которые были у людей для него значимых Ну, например, для родителей, для учителей каких-то первых и так далее Ну и, соответственно, для чего человеку проектировать эти качества на другом? Опять же, чтобы получать что-то для себя Чтобы иметь рядом человека, который нужен вам для чего-то Для чего-то Правильно реализовать их, эти желания Это решение половины вашей проблемы А дальше просто-напросто Идеализация как-то кафая уйдет Потому что идеализация без подвески рано или порно проходит И начинается де-идеализация, как у любого человека У любого здорового человека, каким вы и являетесь Но не пытайтесь быть самой себе психоаналитиком Этого сделать нельзя Дальше психологи проходят терапию И регулярно работают с другими психологами Чтобы пролечивать самих себя То есть даже психолог не может лечить сам себя О чем говорить про вас Если у вас просто-напросто Такое вот кустарное образование Образование кустарной информации Основанное на статьях и на каких-то примерах Которые, ну не представляют собой Какой-то систематический, системный Грамотно построенный курс Если хотите быть психологом Получайте образование психологическое Но опять, если вы изучаете психологию для решения своих проблем Вам это ничего не даст У меня такие примеры есть Поэтому замените, пожалуйста, и над этим тоже То есть зачем вам становиться Самой себе психоаналитиком Зачем вы в этой теме 5 лет Зачем вы понимаете природу этого явления Причины и следствия Зачем вам эта сила, если это вам не помогает Вы пробовали, вы пытались, вам не помогут Нужно менять подход Нужно ничего об этом думать Нужно перестать всем этим заниматься Нужно перестать читать статьи Стать истории людей Если проблема, вы ее решаете со специалистом Все, никакой дополнительной информации об этом Кроме строго рекомендованной Профессионалам, да, с которыми вы работаете К вам поступать не должны Потому что любая личная информация в данном случае вам навредит Надеюсь, вы меня услышали Надеюсь, что помог вам Если какие-то дополнительные вопросы остались Пишите в личку, помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому